В Твери состоялся парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Торжественным строем по центральной площади города прошли военнослужащие Тверского гарнизона и тяжелая военная техника. Наш корреспондент Наталья Чекет побывала на праздничном мероприятии. Второй год подряд торжественное прохождение войск Тверского гарнизона проходило на главной городской площади имени святого благоверного князя Михаила Тверского. Посмотреть парад пришли тысячи горожан и гостей областной столицы. Они расположились вдоль Советской улицы. Откуда приехали? Да не извлекать, завидывая. Приехали, решили посмотреть парад. А скажите, кто-то в семье, есть родственники, кто воевал? Да, у нас вообще все дедушки погибли на войне. А где воевали? Воевали Ржевские. Один во Ржеве, другого без вести профавший, так бы его и не нашли. В центре площади установили трибуны для почетных зрителей и ветеранов, а также большой экран. К слову, ветеранов на торжественное мероприятие привезли автобусами транспорта Верхней Волжья. С трибуны перед торжественным прохождением колонн участников парада и жителей Верхней Волжья с Днем Победы поздравил губернатор Игорь Руденя. Мы всегда будем помнить подвиг советских воинов, партизан и подпольщиков, мирных жителей на земле Верхней Волжья. Практически с первых дней Великой Отечественной войны на долгие три года Калининская область стала местом ожесточенных боев с врагом. Территории мужества, стойкости и отваги. Мы никогда не забудем, что именно с освобождения первого областного центра города Калинина начался победный путь на Берлин. Сегодня нас объединяет память о героизме всех, кто отдал свою жизнь во имя Великой Победы. Торжественным маршем по площади прошел знаменный взвод военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова. Парадные расчеты профессорско-преподавательского состава Академии, офицеры-слушатели и курсанты. Парадные расчеты курсантов возглавляют начальники курсов и курсовые офицеры. Майор Денис Серегин, майор Андрей Агафонов, майор Сергей Косилов, майор Сергей Ястребов, лейтенант Наталья Логинова. Далее торжественно прошли летчики 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной минской дивизии. Офицеры УФСИН России по Тверской области, учащиеся выпускного курса Тверского Суворовского военного училища. Отряд-авиатор школы номер 4 Твери, кадетская рота школы номер 16. Отряд-сокол, юноармейцы Верхней Волжи и сводный военный оркестр Тверского территориального гарнизона. После торжественного прохождения Тверского гарнизона заключительная часть парада – проход боевой техники. Это самая зрелищная и мощная часть парада, которая показывает всю силу современных вооруженных сил Российской Федерации. Всего по площади прошло 12 единиц техники. Это бронетранспортеры БТР-80, зенитно-ракетные комплексы С-125, С-75 и С-200, пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300, радиолокационные станции и другие машины. По традиции в 10 часов вечера празднование Дня Победы завершилось красочным салютом. Сотни тверичан собрались на площади Победы, чтобы увидеть, как яркие огни окрашивают небо.